Я хочу поздравить музыкальную школу от чистого сердца, потому что в музыкальной школе уже не так много лет, как городу Видному. Ей исполняется всего 55 лет. Я желаю счастья, здоровья и всего хорошего. Чтобы понимать язык любого искусства, надо быть к нему подготовленным и лучше всего с детства. В Видновской школе искусств созданы прекрасные условия для получения детьми дополнительного образования. Поэтому ученики с удовольствием приходят на занятия и строят дальнейшие творческие планы. Мне очень нравятся гитары. Я уже занималась четвертый год по крыласу гитарой. И очень мне нравится этот инструмент. Я в будущем хочу стать великой гитаристкой. Я очень люблю свою школу. Здесь занимаюсь на саксофоне. И мне она очень нравится. Мне приятно приходить сюда. Желаю благополучия этому зданию. Люди здесь работают, патриоты своего дела. Это работа, это культура, это просто патриоты своего дела. Поэтому желаю в первую очередь педагогам. Я отношусь к педагогам счастья, здоровья, благополучия. Ну и, конечно, талантливых детишек. Потому что мы все силы отдаем для того, чтобы наше продолжение шло дальше. А вот глава Ленинского района Олег Хромов закончил музыкальную школу по классу аккордеон. Он признается, что никогда не планировал продолжить творческую деятельность. Но если бы учился в Видновской школе искусств, возможно, посвятил бы свою карьеру музыке. Ученикам, те, кто сегодня постигает музыкальную науку, наверное, найти себя в жизни. Даже если они дальше не продолжат и не видят себя в качестве музыкантов, не нужно расстраиваться. Им это обязательно пригодится в жизни. И всех поздравляю конец вас с юбилеем. В этот день педагоги, учащиеся и те, кто стоял у истоков создания школы, принимали поздравления и подарки. А создавали праздничное настроение на протяжении всего вечера ученики театральной студии «Чемодан». Две пятерки встали в ряд. Замечательный дуэт. 55. Вот эта дата. Лучше этой даты нет. В этот день я желаю школе счастья, претенцветания, чтобы также открывалось очень много талантов. И чтобы эта школа еще служила очень много-много лет. Мне очень нравится заниматься в этой школе. Я желаю ей, чтобы она оставалась всегда такой же красивой и замечательной. Поздравляем! Храм искусств. Именно так в этот вечер называли образовательное учреждение. За время своего существования школа подготовила более трех тысяч выпускников. 28 из них вернулись после окончания музыкальных колледжей и институтов в качестве преподавателей и концентрмейстеров. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.